всем привет друзья как вы думаете что нам дает энергию что вообще нами движет есть одна вещь которая нами движет и дает нереальную энергию одна вещь вот как вы думаете что это за вещь что вообще дает человеку энергию да может быть еда большинство людей так отвечают сон да это дает определенную энергию но больше всего энергии запомните больше всего энергии нам дает мотивация именно мотивация просто мне многие говорят мотивация не важно мотивация это все херня главное действие ребята без правильной мотивации у вас не будет правильных действий запомните это раз и навсегда без правильного мышления у вас не будет правильных действий так что мотивация это самая главная вещь которая движет нами, которая дает нам энергию. Мотивацию может давать как хорошее, так и плохое в жизни человека. Больше всего мотивации нам дает боль. Вот именно боль, именно страдания дают нам нереальную мотивацию. Когда вы живете в дерьме, когда все плохо, когда вы говорите, я хочу вырваться из этой нищеты, меня это все достало, я хочу жить по-другому, я хочу изменить свою жизнь, и я так больше жить не хочу. И вот боль дает нам самую сильную мотивацию. И потом, когда мы переезжаем со своего маленького города в столицу, мы мотивируемся уже другими вещами. Да, мы смотрим на крутые автомобили, мы поднимаем голову вверх, смотрим на дома, смотрим на пентхаусы. Я так мотивировался. Когда я был вот в Киеве, я смотрел на эти дома, на эти машины, и задавал себе вопрос, кто эти люди, чем эти люди занимаются, я хочу так же. Я поднимал голову вверх, был с одной бутылочкой пива, денег у меня нет, смотрю на пентхаус, он весь там сияет, да. Кто эти люди, я хочу жить тоже в пентхаусе. И вот я тоже себе уже купил пентхаус. Я мотивировался этим. И люди, которые говорят, зачем мне переезжать в большой город, я работаю в интернете, у меня в деревне есть хороший интернет, я могу работать. Да, можешь работать, никто с тобой не спорит. Но мотивацию тебе именно дает большой город. Ты видишь все это движение, ты видишь эту бурлящую жизнь. И тебе хочется жить, тебе хочется добиваться своих целей. А в маленьком городе ты вышел, поле, корова, вышел в центр города, там один кабак, все друзья бухают, нету роста. Какая нахрен мотивация? Ты в таком обществе, наоборот, деградируешь. Поэтому большие города, столицы, они дают мотивацию. Нереальную мотивацию. А сейчас, друзья, давайте я вам приведу пример. Очень сильный пример, чтобы вы поняли, насколько важна мотивация. Если вы до сих пор вот не понимаете этого. Сейчас вот постарайтесь полностью, полностью погрузиться в ту ситуацию, о которой я вам буду рассказывать. Итак, представьте себе следующую картину. Вы работаете где-то на стройке. Вы работаете. Очень-очень тяжело вы работаете. Вы работали двое суток. Давайте представим. Двое суток вы работали без отдыха. И сутки вы не ели. Просто представьте вот эту вот усталость. Насколько сильно устал ваш организм. И вы приходите к себе домой. А ваш дом находится на берегу реки. А холодно. Зима. Там на реке плавают градины. Очень холодно. И вы такой уставший, голодный. Идете к себе домой. И думаете, вот я хочу в кровать. Я хочу уснуть. Приходите вы к себе домой. Давайте это где-то в 9 часов уже утра. Вы бесил. Пришли. Начинаете раздеваться. Все. Вы уже одной ногой в постели. И тут слышите, что за окном вас зовет друг. Он стоит такой вот голый и говорит. Идем купаться. Идем закаляться. Что вы ему ответите? Да иди ты нахрен. Я спать хочу. Какая ваша мотивация искупнуться? Скажите. От нуля до десяти. У вас нулевая мотивация. Зачем вам идти купаться? Вы устали. Вам холодно. И тут вы полезете в ту речку? Нет, конечно же. И вы спите. А теперь следующая ситуация. Все то же самое. Вы приходите с работы. Очень сильно устали. Начинаете раздеваться. Почти уже одной ногой в постели. И тут слышите за окном крики. Вас зовет ваш сын. Он тонет. Он игрался на льдине и тонет. И кричит вам. Какая теперь у вас мотивация скупнуться? На десяточку. Вы выбежите. В чем попало? Да, вы еще не разделись. Там в носках, трусах. Все. Побежали. Побежали в речку купаться. Вы не ели. Вы не спали. Откуда у вас взялась эта энергия? Да мотивация ее вам дала. У вас настолько сильная мотивация. Весь этот стресс. Вся эта боль. Так воздействует на ваш организм. Организм начинает вырабатывать адреналин. Все. У вас появилась нереальная энергия. Да. Но вы же не спали двое суток. Откуда? Вы же не ели сутки. Откуда эта энергия? Но так работает наш организм. Так работает мышление. И вот вы пулей там вылетаете в одних трусах. Бежите, да. В реку. Представьте эту картину. Доплывайте до льдины. Спасайте своего ребенка. Возвращайтесь. И не одеваетесь. Начинаете о нем заботиться. А если ему вообще плохо, вы вызываете скорую в одних трусах. Поедете с ним. Ничего не оденете. Вам похрен. У вас такая сильная мотивация. Что вам уже на все по барабану. Вот, ребята. Насколько сильно на нас влияет мотивация. Мотивация через боль работает очень хорошо. Мотивация через удовольствие тоже работает. Но чуть хуже. Вот у меня сейчас, когда я уже добился определенного результата, меня сейчас мотивирует хорошее. Больше меня сейчас мотивирует хорошее, чем плохое. Когда я, например, вижу бомжа, меня это не так мотивирует, потому что у меня уже есть определенный результат. И когда я вижу Оскара Хартмана, к примеру, когда я с ним пообщался на завтраке, когда я его послушал, я нереально замотивировался. Я тоже хочу быть настолько высокого уровня, как этот человек. Я понимаю, что мне еще очень многое предстоит. Мне еще очень многое нужно пройти, чтобы добиться такого уровня. И меня это очень-очень сильно мотивирует. Я начал понимать, чтобы добиться такого уровня, мне нужно серьезно ускориться в раз 10. Недостаточно читать там по одной статье по финансам, недостаточно читать там по одной главе в день, да? Нужно очень сильно мне ускориться. И вот сейчас меня миллионеры, миллиардеры очень сильно мотивируют. Не то чтобы миллионеры и миллиардеры, а реально счастливые люди, богатые люди, свободные люди. Я вам уже говорил, что есть много миллиардеров, которые несчастны. Есть много миллиардеров, с которых я не хочу брать пример. Я хочу брать пример богатых, свободных и счастливых людей. Друзья, и совсем не обязательно мотивироваться только теми людьми, которые много зарабатывают. Вы можете мотивироваться другими людьми. Например, у вас есть друзья, которые очень счастливы. Они нереально счастливы. Они уже там 10 лет кайфуют от своей жизни. У них счастливая семья, у них дети. Они этим мотивируются. Учитесь у них, учитесь у счастливых людей. И когда мне мои друзья, знакомые говорили, Тарас, мотивация, это все херня. Перестань заниматься ерундой. Нужно действовать, нужно работать. Ребята, где вы сейчас? Ребята, где мои конкуренты сейчас? Работают. Они работают. Я продолжаю мотивироваться, продолжаю прокачивать свой мозг и добиваться лучших результатов. И я больше времени трачу на мотивацию, на обучение, на визуализацию. Они больше времени тратят на работу. Я миллионер, они нет. Какого хрена? Парадокс, да? Жизнь несправедлива. Но какое качество этой работы? Вот что важно. И вот жаль, да, что до сих пор люди этого не понимают. Они не берут на себя ответственность. Они продолжают говорить, ай, ему просто повезло, выскочка. Так устроена жизнь. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Надеюсь, это видео было для вас очень-очень полезным. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там у меня еженедельно денежные розыгрыши. Также много пользы и мотиваций. Подписывайтесь на мой канал InStarding. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поделитесь этим видео с друзьями. И обязательно, обязательно, обязательно поставьте ему лайк. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok